Музыка Мы находимся на месте одной из наибольших трагедий. Сегодня город Бородянка – это одно из наибольших трагедий в Украине. И город Бородянка – это одно из самых разрушенных городов Киевской области. И город Бородянка – это одно из самых разрушенных городов Украины. Далее мы едем в Черниги, Сумы и, надеюсь, Мареуполь, которая выглядит так же. Далее мы планируем посетить Сумы, Черниги, Мареуполь, и вы увидите, наверное, это же самое. Лесовые жители рассказывают о том, как летчики в первые дни войны заходили и ракетами с низкой высоты обстрелывали эти домики. И город Бородянки рассказывают нам историю, что взрывы были очень низкой и просто взрывались с низкой высоты. Позаду нас работают рятувальники, которым в таком режиме потребуется месяц для того, чтобы разобрать только одно это место. И, как вы увидите, рестовая команда работают behind нас, и они потребуются около 1 месяц, чтобы делать это работа, только в этой местности. И, как вы увидите, в этом городе мы имеем 5 или 6 таких мест. И под каждым таким завалом находятся люди. И под каждым ракетами мы найдем людей. А сколько людей погибло, знаете? Да. Конкретно под этим городом местные жители говорят, что находятся от 5 до 15 человек. А что, живые люди? А в целом уже доставали тела или нет? Расскажу. Тут еще не доставали, потому что тут рятувальники приехали сразу после выбора этого домика. Мы не смогли идти вперед сюда, и мы просто начали делать это работа. Поэтому мы не могли найти людей еще раз. Почали разбирать. Эта часть, это начало разбора еще месяц назад. Как вы можете видеть, эта часть блокхауза началась убирать месяц назад. Но враг начал обстреливать рятувальников и технику, которая находилась тут. Рятувальники на наступный день еще раз повернулись и снова начали продолжать разбор завалов. Следующий день рятувальники пытались вернуться и продолжать убирать завалов. И можно было спасать людей, которые находились под этими завалами. Мы спускались вниз, там есть еще щелины, где могли или могут находиться... Мы могли видеть какие-то холли, мы могли видеть людей, и мы спрошли, чтобы их выходить живыми. Проте, рятувальники были снова обстреляны, и после этого не могли доступа до сегодняшнего дня, до этого места. Мы понимаем, что живых людей уже не осталось здесь. И, как мы понимаем, мы не можем найти возможность найти живых людей здесь. Это очередной преступление против людей, которые вкручали військовые или орки, как я их называю. Потому что здесь нет ни вооруженной части, ни вооруженной техники. Здесь есть живые дома и детские сады, которые находятся позади нас. И, как я называю, мы можем видеть, что эти холли, которые были совершены через орки, как я их называю. И, как я называю, люди. И вы можете видеть, что нет милитарных объектов. Только дома. Вы можете видеть, что они стоят behind your building. Только холли живут здесь. 24 лютого подступный Путин начало вторгнение в Украину. И мирное место Бородянка сейчас лежит в руинах от российских авиабомб и артиллерийских снарядов. По городу есть около 10 домов, которые были брушены российскими бомбами. В этом не было никакого военнослужащего сенсу. Вы увидите, что около этого города около 10 блоков, которые были уничтожены. Российские летчики, злочинцы просто кидали бомбы, где им заманиться. Эти криминалы просто бомбировали и бомбировали с никакой причины, с никакой логики на этих домах. Под этими румеянами есть тела украинцев, которые погибли, которые нам не дали врятовать сразу после этих бомбардирований. Потому что российские оккупанты, не смотря на многочисельные звернения украинской влады, не допустили сюда рятовников, чтобы они могли разобрать эти завали сразу. Потому что российские не позволяли нам прийти, после этого случилось, эти домики были уничтожены. Они не позволяли уничтожить команду, чтобы уничтожить этих людей. Чтобы уничтожить этих бомбардирований. Сегодня вы увидите город Бородянка и покажете миллионам телеградачей в мире, миллионам читателей, о том, какие злочины против мирного украинского населения коили эти покидки. Сегодня вы можете видеться с вашими глазами, что случилось в этом городе Бородянка, и что они сделали к этому, и как они уничтожили эту маленькую городу. Я лётчик-испытатель, я занимался в Советском Союзе, испытанием всех средств поражения, которые использует Россия и которые используем мы. Так вот, по характеру разрешения была применена неуправляемая свободно падающая бомба ОФАП-500. Это калибр её, вес примерно 500 килограмм. Это осколочная фугасная бомба, очень страшная. Она применяется... Для поражения площадных целей, для поражения танков, живой силы. Но это применяется на линии фронта. Вот это применение, это варварское применение. Это чисто на уничтожение... Это чисто на уничтожение города. Лётчик видел это всё. Цель там... Видна была. У него авиационно-прицельный комплекс. Он в него зашивается эта цель. В принципе, он всё видел. Высота была 300-400 метров. Скорость 500-600 километров. Спокойно он подошёл, увидел, нажал кнопку и ушёл. Хладнокорона убил десятки украинцев. Они не задумываются. Вы понимаете? Это стервецы, которые когда-то были моими однополчанами. Ничего не было, нигде. Перебегти нельзя было по квартирах, потому что они сразу обстрелили. Там в них есть. Смоленый хлеб, держи. — Смоленый, будь лошадь. — Спасибо. — Тихо, держи. — Смоленый, Боже. — Какой. — Ходит его. — Смоленый. — Боже.